Международная группа ученых выявила скрытую двойную звездную систему с помощью эффекта гравитационного линзирования. Наблюдательные данные, полученные на телескопах Казанского федерального университета РТТ-150, установленном в Турции, и телескопе Северокавказской астрономической станции, помогли выяснить природу гравитационной линзы. Заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Ильфан Бекмаев объяснил, как удалось обнаружить являющуюся гравитационной линзой двойную звездную систему. Когда свет от одного объекта идет к нам, но по дороге проходит третий источник, и источник, согласно общей теории относительности, если тело обладает массой, то оно искривляет, благодаря своему тяготению, искривляет пространство вокруг себя. И тогда фотоны, проходя мимо этой области, они идут по так называемой геодезической линии, не по прямой линии, а по кривой. И они могут фокусироваться в направлении нас, например. Тогда получается, что самим источником с этим ничего не происходит, он как был, постоянно светил, так светил. Но благодаря прохождению третьего тела на пути возникает гравитационная фокусировка, и нам кажется, что этот эффект, что этот объект изменяет, увеличивает свою яркость. Преимущество метода гравитационного линзирования состоит в том, что объект линза может быть невидимым, как в данном случае. Но по его гравитационному воздействию на изображение далекого источника можно получить информацию о массе линзы и ее распределение в плоскости. И самое интересное, что мы по этому изменению яркости далекого объекта можем понять природу того объекта, который мы не видим, который находится на расстоянии между нами. Уникальные результаты получены группой исследователей из разных стран с участием сотрудников кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета, опубликованной в ведущем европейском журнале «Астрономия и астрофизика». Эльвира Зорина, Ленарда Влитяров, Универньюс.